Всем добрый день, понедельник, начало недели, это Wall Street Online. Сегодня мы рассмотрим основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа. Будем определять, где наследили крупные участники рынка, их массивы объемные. Выделим, отмаркируем их в качестве спроса и сопротивления и просчитаем возможные сценарии, вероятные, которые мы будем ожидать на этой неделе. Итак, начнем с новостей и отчетов, которые будут на этой неделе очень для нас важны. Сегодня незавершенные продажи на рынке недвижимости в 18.00, читаются Штаты. В принципе, по недвижимости у них в последнее время идет спад из-за кризиса, поэтому увидеть отрицательный отчет, это уже в порядке вещей. Волл-стрит особо не реагирует на последний год, по-моему, то, что я заметил, они абсолютно уже не реагируют на показатели строительства домов, продажи. То есть, понятное дело, что идет спад и покупка новых домов, конечно же, показатели ухудшаются. Завтра в 12.30 считается Британия по своему ВВП. Квартальный и годовой отчет. Аналитики ожидают, что отчет будет и по кварталу, и по году лучше предыдущего. Если так и произойдет, то, в принципе, позитив на рынке в этом направлении будет, я думаю, хороший. Потом в среду у нас индекс потребительских цен годовой по Евросоюзу, это в час дня. Будет интересно в это время, кто торгует индекс РТС, желательно этот отчет не пропустить. Ожидают лучший показатель, может появиться небольшой позитив на рынке, возможно, там краткосрочный, но отреагируют. Отчет также безработица в 16.15 по Америке. Опять же, отчет интересный. Уолл-стрит всегда создает волатильность в это время, поэтому постарайтесь не пропустить этот отчет и не попасть на волатильный рынок. В 16.30 также в среду отчитается по квартальному ВВП Канада. В принципе, на уровне ожидают, может чуть-чуть хуже. Это, в принципе, за квартал. Штаты за квартал отчитаются по ВВП также в 16.30 в среду. И у нас фомка в 22.00 в среду. Так что, если будет какое-то интересное заявление, решение, либо же какие-то изменения в QE3, это очень может сильно повлиять на рынок. Ну, 1 мая день труда, и много рынков будет очень-очень-очень неработоспособным. Но в четверг отчитается Китай по индексу производственной активности, Британия по этому же индексу отчитается, и Штаты. В пятницу Штаты также отчитаются по безработице, и Германия, это тоже интересный отчет по Германии, индекс производственной активности по одной из лидирующих стран и достаточно сильной экономикой. Вот такие вот нас ждут события, отчеты, которые будут важны на этой неделе. Хочу отметить среду с фомкой, очень хочу отметить, поэтому не пропустите. Теперь рейтинг публичных трейдеров, отметим интересные сделки, отметим успешных участников рынка. Начнем по традиции с S&P. Первый у нас Михалыч закрыл покупку. Странно, почему он не сделал этого раньше, но, в общем-то, покупка закрыта. Айрон Бен, сейчас подгрузятся данные. Занялся в последнее время скальпингом. Здесь очень тяжело разобрать позиции, нужно детально рассматривать практически каждую сделку. Радует, радует ВФ 388.80. Отличные сделки. И на прошлой неделе также удивил отличной продажей по S&P, по тренду. И открытие и закрытие позиций было просто невероятно отличными. В общем, талант, 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 еще раз талант. Вот уже третий или четвертый обзор, я отмечаю сделки этого трейдера как достаточно успешные. Ну, в общем, будущее у этого трейдера есть. На него равняться. Вам советую следить за его сделками. Вы можете стать его фолловером. И в AfterFall of Death подключиться к его позициям вплоть до дублирования его сделок. Так, потом MVVA 75 пипсов за неделю по S&P. В принципе, ну вот такие были баталии на покупку и на продажу. То есть, направленных действий не было. То есть, но денежку забрал. В общем, тут нужно разбираться по позициям. Но, в принципе, есть хороший, я вот обратил внимание, вот эти сделки вообще не нужно было открывать. Это опасное время для открытия на S&P. В общем, если проработать, может получиться неплохой трейдер. Влад Кул открыл отличную покупку 25 числа. Единственное замечание, нет ограничителя убытка, и это плохо. Нужно всегда пользоваться как бы стоп-приказом и не получать такую привычку плохую, не выставлять его. Даже если это тестовый счет. Вот вы видите здесь обозначение теста. Блэйд Раннер. Вот такие вот были у трейдера ловля падающих ножей. Это распространенная болезнь у трейдеров. Хотя была отличная продажа открыта, нужно было ее держать. Там не было предпосылок вот тут фиксировать. Аукцион абсолютно не пытался расширить цену за покупателем. И потом вот этот весь процесс, я думаю, это было все лишнее. И затем еще и продавать по лоям недели. Ну, не знаю, что-то случилось с Блэйд Раннером. Хотя были, ну, есть хорошие позиции тут, без спору. Мир. Ну, под вопросом, в общем-то. Очень большие как бы риски. Как для объемного анализа это большие риски. Танкер 9 вышел из продажи. Полярный медведь. Вот такие вот сделочки. Ну, в принципе, самая интересная позиция мы увидели. Далее РТС. Звук плохой. Вроде тестировали, все сказали хороший звук. Даже администратор этой трансляции сказал, что звук хороший. Возможно, у вас. Попробуйте колонки настроить. Ну, здесь вот по этой сделке абсолютно просто нет слов. SLA 13 часто радует хорошими позициями. И вот этот выход из продажи. Ну, что-то просто невероятное. Отлично закрыл. Просто алмазное закрытие. Ну, как бы только аплодисменты. 1049 пипсов за неделю. Неплохой результат. Почетное первое место. 5D Trade тоже закрыл в этих же ценах. По 106 500. Ну, в принципе, это логично. Достаточно перепроданный маркет. Перегретый продажами. Magico 960 пипсов. Неплохая фиксация. То есть, мульти закрытие. И вот здесь идет сейчас. Вот здесь были куча ложных позиций. Их не нужно было просто открывать. Ну, в общем, все равно 960 пипсов взял. Ну, достаточно эффективное сопровождение позиций. Единственное, что вот в этой точке не нужно было фиксировать. Там не было предпосылок. Не было. Ну, там видно, что рынок контролирует продавец по всем тактическим действиям. Слейв. Ну, нет вопросов. Опять же, замечания. Ребята, ставьте стоп. Приказы. Не приучайте. Ну, не получайте такую привычку плохую. Даже если тестовый счет. Конан. Звук на троечку. Ну, ребят, я не знаю. Мы тестировали. Вроде все было хорошо. Также открыта продажа. До сих пор открыта. Уже плюс 590 пипсов. Ну, неплохо, неплохо. И вождь, он же Сашка. Мне все хотел купить по лоям. Ну, не знаю. Опытные трейдеры всегда скажут, что здесь не было площадки объемной. Чтобы создать хорошую точку для формации сделок на покупку, нужна объемная площадка. Ее там просто не было. Рынок снижался абсолютно все 25 число. Там не было хорошего, как бы, плацдарма для того, чтобы оттолкнуться и пойти на рост. Дисбаланс не создали. Мастер 379 пипсов продавал всю неделю опять без стоплосов. Сергей 343, ну, 270 пипсов. Есть хорошие сделки. Ну, здесь видно, что уже есть опыт. Отличные точки входа. Я вам скажу, это достаточно неплохие отработанные точки входа. Как вы видите, техника открытия наша. Это точно, могу сказать. Потому что только наши студенты могут вот так вот открывать позиции. И рынок уходит. Вот, видите. Здесь немного. Ну, это РТС. Там без этого никак. Открыта позиция ушла. Отлично, отлично. Танак Ризи 229 пипсов. Вот, ну, в общем, давайте еще рубль захватим и евро. Электрон. Наконец-то активировался электрон. Раньше практически в каждом обзоре он был в пятерке с доходом. Видно, вернулся из отпуска. Вот, хорошая была покупка. В принципе, 24-го числа там можно было зайти. Там видно было, что уже четвертый раз идет поддержка на 36-100. Так что не сделать этого было бы нелогично. 919-й все рвет рынок. Закрыл продажу и тут же открыл покупку. Неплохо, неплохо. И выставлен стоп-лосс. Вот, учитесь, пример. Все четко и идет мониторинг позиций. Макосин закрыл какую-то покупку. 5D Trade была продажа. И еще она открытая. И полярный медиа. Остальные, как видите, без дохода. Помучал рубль на прошлой неделе трейдеров. И это сразу видно по рейтингу. Непростая неделя была. Так, это у нас по евро. Блейдранер. Ну, плохо, честно. Не нравится. Вот такие просадки, это все минус. И это все плохо. Не годится. Даже он первый в рейтинге. Но только по количеству заработанных пипсов, взятых по позиции. Вот такой позиционщик с одним контрактом стоит на покупку. Мы сейчас рассмотрим евро. Интересные ситуации были на прошлой неделе. К Муртое отличный вход. Конечно, опасный. Потому что это очень волатильный маркет. Тут захватить точку входа. Отлично зафиксировал часть позиции перед выходными. Неплохо. Пятерочка. И 5 с плюсом за правильный стоп-приказ. Ищи в правильном месте. Так что Муртое, если ты меня слышишь. Или будешь записи смотреть. Горжусь тобой. Не зря потрачено время. Йода. Вот такие вот скальп-сделки. Ну, вы знаете, есть разобранца. Есть, конечно, поспешные. Но, в принципе, неплохо. И фиксация неплохая. Мне нравится фиксация. Отлично. Есть понимание, где нужно закрыть позицию. И где пахнет жареным. Вот это, если вы видите. Открыта продажа. Сейчас подгрузится картинка. Ну, на самом деле, ребят, комди – это большая проблема с трансляцией. Это не очень эффективная площадка для проведения вебинаров. Всегда отстает картинка и очень подтормаживает. Мы в основном обзоры проводим на Adobe. Там быстрее, все качественнее и эффективнее. Картинка очень отстает. Возможно, если я выключу веб-камеру, так будет трансляция. Быстрее проходи. Сейчас попробуем. Сейчас должно подгрузить. Ну, в принципе, на самом деле, картинка очень сильно отстает. Если вы меня слышите, то я, на самом деле, уже показываю мистера Йоду, а на картинке еще Мурто и Бай. Ну, продолжаем. Это уже дело трансляции. Неплохо. Йода, в принципе, неплохо открывает позиции. Мне нравится. Есть понимание, есть сопровождение правильное. То есть, ну, в общем, неплохо, неплохо. Будем дальше следить за трейдером. 416.51. Открыл покупку и вышел. Life is so short. Активный такой трейдинг. Ну, остальных доход не очень большой, поэтому мы не будем пока тратить время. Фунт сейчас буквально заглянем, посмотрим, есть ли там участники. Да, цель мне трейдер 230 пипсов по фунту. И это благодаря закрытию покупки, которая была отлично и неудачно открыта продажа. Больше смотреть нечего. Золото мне еще интересует, зашли ли на покупку... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. М8 так зашел 24-го, конечно, опасно, но я бы оставил дальше. После такого импульса сразу выходить. Вот, я считаю, первое место нужно дать Альфику. О, если не ошибаюсь, он сейчас проходит обучение на профкурсе. Да, точно. В принципе, в принципе, в принципе, фиксация, да. Ну, последнее терпимо. Там можно было зафиксировать. Ну, вот, опять же, тут не нужно было этого делать. Здесь тоже не нужно было бы этого делать. Даже, ну, вам кажется, что позиция зафиксирована на максимуме, но там не стоило фиксировать. Можно было все, все вот эти две сделки начинать фиксировать только тут. Это бы принесло больше денег, как бы. Лист. Коротенькие сделочки. Зашел, вышел и нарвал на рынке 65 пипсов. Ну, в принципе, там что-то есть в этом. Ладно, это были публичные трейдеры. Советую за успешными присматривать. Находите РТС, находите Евро. Какие рынки вы торгуете. Вы также можете принимать участие, открывать позиции либо на тестовом счету, либо подключиться к своему реальному счету и транслировать свои позиции, общаться. То есть, найти единомышленников. Здесь большая такая интересная социальная сеть. Несколько сотен трейдеров, поэтому приглашаю. Так, далее. Идем теперь по обзору. Хочу, как бы, анонсировать в программе Wolfix буквально вот на выходных добавили VWAP индикатор. Вот, вы видите его в виде такой средней линии. Вот, средневзвешенная цена по относительно объема. О нем детально будет у нас небольшой мастер-класс. Ждите анонсов, регистрируйтесь, подавайте заявку, будет интересно. Итак, начнем с S&P. По традиции у нас мало времени, нужно все успеть. Сейчас, одну секунду. Как картинка, ребята? Прокомментируйте, пожалуйста, картинку. Ужасно все. Так. Итак, S&P. Первый у нас на повестке дня. То, что стоило сразу выделить, это защита со стороны селлеров диапазона 78-84,5. У нас здесь была объемная локация в начале апреля. Здесь было две с половиной сессии отличной локации. Объемной, неплохой. Плюс мы видели отличный такой, серьезный импульс. Хороший дисбаланс относительно индикатора VWP были немножко в перегретом ценовом диапазоне. И как раз этот диапазон на этой неделе нужно было наблюдать. Мы его выделяли на прошлом обзоре и я не раз обращал на него внимание. Сопротивление пока отработали. Сейчас мы рассмотрим детально локацию, относительно которой сейчас идет небольшой рост по S&P. Мы выделим этот диапазон. 78.85 возьмите на заметку. Сейчас это, наверное, самый основной диапазон, который стоит отслеживать. То есть пробитие этого диапазона опять откроет движение наверх и те слухи, которые были еще осенью про 2000 отметку по S&P вполне могут быть. То есть могут оправдаться эти слухи. Нужно еще выделить сопротивление, которое было сформировано на прошлой неделе в районе 72.75. Мы сейчас это выделим на 15-минутном интервале. Ликвидность на прошлой сессии была средняя. Не скажу, что была на высоком уровне. Торги шли в обычном режиме. Никаких крупных участников рынка сверх аномальных не было. Обычные среднестатистические торги были на прошлой неделе. отметим дельту прошлой неделе. Что стоит обратить внимание. 33 тысячи контрактов дельта на стороне продавца 25.04. В пятницу. Если посмотреть за контракт текущий июньский по дельте, это не самый высокий показатель по дельте. были еще больше. Это 10.04. 136 тонн дельта за продавцом, когда мы уходили с 70. Если вы помните, и 70 тысяч контрактов дельта за продавцом была 4 апреля, когда мы уходили как раз с максимума. Это 18.90, 18.80 диапазон как раз те уровни. Вот этот. Здесь было 70 тысяч контрактов на продажу. Здесь было 136. Здесь 33. То есть мы видим, что дельта очень сильно дисбалансирует на продажу. Любые какие-то намеки на нисходящий тренд тут же набрасываются как волки на котировку медведи и волки медведи. Интересно я выразился. В общем, многим сейчас хочется заширтить. Долгосрочно очень перегрет рынок по S&P. опять же QE3 все ждут каких-нибудь сокращений остановки и как вы видите все малейшие движения в сторону продаж сразу проходят на серьезной дельте со стороны продавца. И на прошлой неделе как раз мы это и видели. Конечно, не сильно крупное, но на всякий случай перед выходными скинули покупки и 33 тысячи контрактов у нас зафиксировано 25 числа. Сегодня, как видите, идет небольшая дельта на покупку в понедельник. Ну, посмотрим, когда Америка откроется. Далее возьмем уровни прошлой недели. плюс текущие. Итак, из основных уровней, которые стоит взять, это ядро прошлой недели, где были сосредоточены основные объемные массивы. Это 74,5 и 69,5. Я промаркирую этот уровень в качестве возможного сопротивления и будем наблюдать на предмет защиты со стороны продавцов на этой неделе. Здесь, как вы видите, практически все сессии Америки размещали объемы. Это 22 числа, 23 числа и 24 числа здесь были размещения, то есть три сессии размещали объемы. Здесь как раз основной объем ядро прошлой недели и если на этой неделе не смогут пройти байеры этот диапазон, этот блокпост 64,5 и 74,5 это будет говорить о слабости покупателей и спрос невелик, небольшой. В случае пробития этого диапазона сценарий на покупку, вернее на продажу, то есть это у нас сопротивление, отменяются. Переходим в режим ожидания и будем следить конечно не приоритетные уровни, но здесь более уровень психологический, это максимум недавний прошлой недели, плюс недалеко у нас потолок по контракту 77,5-80,5 и плюс диапазон, который я отметил в качестве сейчас наиболее важного. здесь у нас на очень свежих объемах буквально на прошлой неделе отработали 78,3 сессии тестировали, 3 сессии не смогли уйти выше. Ну и сразу дисбаланс. Поэтому сценарий на продажу, если не пробивают диапазон, мы тестируем и потихонечку катимся к 45, 50, я думаю за неделю такое движение можно создать. Плюс вы видите, что сейчас индекс S&P немного ниже, вернее как бы под индикатором VWAP. В принципе если он так и останется, но мы будем наблюдать скорее всего нисходящую динамику. Сценарии на покупку имеют как бы место, если мы уходим выше, то есть байеров будет достаточно серьезный спрос. Вы можете себе представить сколько нужно разместить объема, чтобы на максимум контракта, на максимум годовом да и вообще это 18 1800, как бы S&P здесь буквально недавно набрать здесь объем, дальше толкнуть котировку выше. Плюс сейчас идут достаточно такие и политические ну как бы нестабильные ситуации Америки, России, Евросоюза, все вокруг Украины, как бы этот весь процесс происходит. Вот поэтому нестабильная ситуация и я думаю что многие инвесторы задумываются перед тем как разместить здесь большие пакеты на достаточно перегретом S&P дальше на рост я думаю многие задумываются и возможно мы просто если не дадут сильно падать с помощью денег которые делают с помощью Q3 то хотя бы мы будем во флете находиться там может даже весьма плюс нужно отметить объемы пятницы которые вот размещены в диапазоне 56,5 по 60,5 этот уровень можно будет тестировать в качестве возможной поддержки как бы то есть если здесь снова будет будет эти защиты сегодня вполне может быть такая ситуация что Америка вернется к этим ценам пятницы здесь снова разместят объем и если с него будут становиться как бы на рост создавать спрос ликвидность будет тащить котировку на север можно будет поработать в качестве покупателя то есть сопротивление сейчас наиболее ну относительно этой недели то есть для спекуляции и поддержка более среднесрочно уровень но уже он отработан так что еще технически атака этот уровень будет немножко под вопросом я думаю потому что здесь такие модели уже проходили то есть повторное как бы тестирование в основном идет на пробитие поэтому там осторожнее плюс что хочу сказать если будут формировать рост должны создать ликвидность там хотя бы ближе к 2 миллионам контрактам за сессию то есть ликвидность должна быть за сессию повышена не на таких уровнях как еще с торговой сессии это был у нас S&P идем на RTS итак уровни которые были отмечены на прошлом обзоре я думаю они у вас еще остались мы не ушли выше 120 опять же это по конфликтам то есть это более сейчас идет трейдинг не системный а больше по новостям больше по просчетам возможных событий и пока негативная обстановка инвесторы не набрали смелости объемно закупать акции пока решили повременить и индекс соответственно снова упал поэтому опять же моя личная рекомендация пока побыть в стороне как только начнутся какие-то переговоры мирные подписания каких-то не знаю очень важных документов о перемирии о дружбе тогда можно будет подхватывать индекс РТС возможно он уже будет не такой вкусный на покупку но это будет намного безопаснее чем сейчас пробовать рисковать вот так что сейчас индекс РТС полностью подвержен всем событиям этим тут как бы безспорно котировка ушла под ядро контракта это не очень хороший пока признак на покупателя поэтому вот мы тестируем уже 106 сегодня и как видите индекс ВВП абсолютно ушел вниз для закупки ну то есть чтобы хорошо стать на позиционный нарост должна сформироваться площадка которую как раз и сформируют крупные инвесторы и ихня закупка пакетно акций отобразится и объемно и по времени потому что покупки не происходят за секунду такие объемные это нужно учитывать этот диапазон как индикаторный разделяет зону байеров и зону селлеров мы сейчас не очень как бы расположены к покупкам потому что абсолютно ушел индекс РТС под основной диапазон то есть это value array извините за английский как бы то есть это основной диапазон ядро контракта пока мы даже пока не приблизимся к этим диапазонам проблемно будет покупать опять же чтобы увидеть площадку для роста это нужно несколько дней как минимум формации хотя бы вот в таком ракурсе вот примерно такой модели вы увидите и по ликвидности и по объемным массивах внутри торговой сессии тогда да если ликвидность будет слабая это говорит о том что инвесторы пока находятся в стороне ждут каких-то позитивных стабильных новостей событий в общем пока все боятся покупать российский рынок не дай бог начнется какая-то война военные действия это не не очень хорошо для инвестиций поэтому ну то что идет снижение это в принципе очевидно я на каждом обзоре говорю что пока стабильность не будет пока не подпишут каких-то важных договоров о мире дружбе жвачки рост на индекс ртс будет будет рисковый то есть работать на покупку будет проблемно это основные диапазоны 112 600 117 ядро контракта хочу более детально сразу отметить на всякий случай вот эти две сессии 113 114 800 здесь сформировали серьезные предложения то есть это будет в ближайшее время интересным уровнем сопротивления там достаточно неплохие по объему прошли сессии поэтому 113 114 800 на вооружение возьмите дельту по ртс обязательно сейчас посмотрим то есть если вы заметили мы смотрим и объемные массивы и массивы дельты где размещены очень как бы вернее события со стороны дельты были аномальны вот 24 числа 66 тысяч контрактов было дельта за продавцом на 66 тысяч больше наверное максимальная дельта продавца которая была в этом контракте буквально 60 тысяч было 15 числа вот так что пока время не очень на покупки поэтому свои стратегии и тактики на вход на бай я думаю стоит пока временно отложить и либо как делают сейчас умные инвесторы побыть в стороне не спешить это дело такое да новости вот пока не пойдет слух либо реальное официальное подписание всех мирных каких-то договоров все успокоятся тогда можно будет на спокойном рынке и инвестировать долгосрочно поэтому прошлая неделя как видите была абсолютно красная никаких покупок никто не совершал особо объемно поэтому и мы не будем этого делать задача объемного анализа выявить крупного участника рынка разобраться куда он размещается то есть какие его действия происходят и вместе с ним зайти на маркет как раз с точки импульса где он ее формирует ну и возьмем контракт текущий по открытому интересу посмотрим насколько у нас изменился открытый интерес за последнее время ну в принципе нельзя сказать что сильно пока относительно контракта снизился открытый интерес по крайней мере он сейчас на неплохих показателях каких-то очень весомых изменений не было конечно снижение как вы видите сразу отобразилось массовым закрытием интродэйщиков и в принципе выход из позиции немного наверное байеров по ну в общем мы видим сразу как снижился в эту сессию открытый интерес но в принципе в общем вся весь массив позиций который сейчас в рынке на неплохом показателе то есть здесь не было обвального закрытия сделок даже наоборот скорее всего заходят вот сейчас в районе 106.7 но не объемно по ликвидности пока этого не видно на прошлой неделе мы рассмотрим сейчас открытый интерес да были скачки пытались вот набирать позиции 25 числа и пока вот как раз мы этот уровень скорее всего выделим здесь интересная ситуация была вот где набирали продажи мы это сейчас по объемным массивам для себя зафиксируем на 15 минут интервале да ребят мне конечно жаль вас очень остает картинка я уже смотрю 15 минут интервал а у вас еще кластер чарт у вас даже нет еще открытого интереса это очень плохо так уровень недели 15 минут интервал детальный разбор уровней так 24 числа мы видим по открытому интересу здесь набирали позиции начиная от 113 заканчивая наверное 110 мы сейчас это все зафиксируем вот эти массивы это все спекулятивные уровни сопротивления то есть там вполне может снова проявить себя продавец и защищать этот диапазон повторный заход совершать до загрузка все что угодно но если мы заметим объемную защиту можно это использовать в своих выгодных целях еще на сопротивление которое сформировано 22 числа 114 200 114 950 вот во вторник там практически вся сессия была за продавцом и закрыли ее даже очень так открыто открыто по минимуму поэтому 114 200 114 950 еще один уровень сопротивления и понедельник тоже возьмем конечно если туда на этой неделе мы дойдем ну пускай будет у вас этот уровень зафиксируйте еще один менее приоритетный но уровень 25 числа здесь у нас на открытии прям сформировали просто очень серьезный дисбаланс на продажу вот этот весь уровень 108 600 я даже выделю отдельным цветом 108 109 250 как раз здесь у нас идет объемная активность на индексе РТС если не смогут оселить этот диапазон спрос небольшой и ну как бы работать на бай будет проблематично ну пока очень похоже на то что будут пробовать пробить 109 но ликвидность очень сильно снизилась очень 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 это плохо для пробития диапазона нужна ликвидность плюс захватим уровни которые уже сформированы буквально вот сегодня здесь сформировали поддержку такую 106 106 750 свежую ее можно будет учитывать я думаю даже завтра если сегодня байеры наберутся смелости и пробьют 109 и пойдут на 110 опять же сегодняшний рост даже если будет пробито 109 я думаю примерно на 110 и завершится никаких особо индикаторных новостей сегодня не ожидается разве что в среду фомка поэтому вот такая вот схема как видите в основном уровне на сопротивление работать на покупку немножко будет менее приоритетней из-за нестабильной ситуации и политической и военной ну в общем сложно сейчас все вот поэтому больше я бы советовал спекулятивно работать на продажи и дождаться более стабильной ситуации по отношению к России чтобы инвесторы уже начали спокойно покупать пакет на акции и размещать свои миллиарды нефть 105 не пробила то что мы в принципе предполагали на прошлом обзоре но все равно выше сотки для России это неплохо это отлично даже если выше сотки будет держаться нефть это отлично захватим сейчас рубль доллар ну здесь соответственно до 36500 практически дошла уже котировка очень объемно разместили на прошлой неделе мы сейчас детально рассмотрим и скорее всего мы этот уровень и возьмем во внимание вот 3670 наверное 36200 тут скорее всего центробанк был замешан поэтому уровень стратегически для нас важный то есть не не будут пускать ниже 3670 36200 вполне может опять продлиться рост может даже до 37 из объемного вот тут немножко наследили совсем чуть-чуть нельзя сказать что здесь какие-то аномальные объемы были поэтому и уровень будет чисто психологически из-за того что здесь был локальный максимум буквально пару неплохих объемов прошло как видите сессии здесь абсолютно были среднестатистические никаких аномальных действий со стороны крупных участников рынка не было все интересное было тут и вот тут вот эти две объемные локации сейчас наиболее важный уровень первое не пробитие 3670 36200 только подтверждает возможность продолжения восходящей динамики в этом контракте пробить этого диапазона уже как бы покупки под вопросом желательно рассматривать позиции на поиск ну грубо говоря поиск на продаже просто переходи поэтому это как индикаторный диапазон и важный важный уровень поддержки пробить этого диапазона сразу покупки отодвигает на второй план как видите 25 числа был рост была очень высокая ликвидность больше 2 миллионов контрактов это не топовая сессия но ликвидность была повышена этот уровень нужно будет тоже сейчас отметить мы его выделим на более ну на 15 минут интервале по дельте рубль выглядит у нас таким образом ведь были всплески покупателей даже 21 числа на флэтовой сессии 23 была загрузка на 55 тысяч была дельта на больше покупателям ну в принципе как и в этом временном на этом временном участке также более активно себя вели покупатели то есть мы можем выделить в общем за этот период начало контракта вот 36270 здесь очень сумасшедшая дельта на бай по ну total по цене за период и 36150 то есть такие вот у нас исторически важные цены вот этот диапазончик я думаю обязательно стоит выделить пускай у вас будет это вот где действительно даже можно захватить вот 36300 здесь вот две цены неплохие проходили на хорошей дельте и 25 числа 86 тонн больше за покупателями поэтому вот здесь даже отобразились у нас такие интересные цены хочу обратить внимание про скелл 30 то есть ценовой ценовой диапазон сжат поэтому здесь изменение цены идет на 30 и диапазон сжат объем но для долгосрочных уровней это не серьезная погрешность плюс минус 10 это не очень страшно открытый интерес по рублю прошлой неделе это на прошлой неделе мы видим что 24 числа как раз вот происходил рост здесь неплохо на открывали позиции то есть эти две объемные локации мы сейчас рассмотрим на 15 минутом интервале и выделим их как стратегически важный уровень для спекулятивных действий на этой неделе в общем за контракт ситуация таким образом происходит то есть у нас не максимум конечно по позициям но мы держимся на уровне как раз когда здесь была закупка вот вот этот уровень как раз здесь подтвердился вот 24 25 числа вот здесь когда были загрузки и делали это как раз вот в уровне 36100 36200 такой важный уровень который отметил как важный стратегически ближайшее время сейчас мы эти уровни и отметим которые будем наблюдать вот где покупали 36228 36276 это был максимум это очень отличное место для сбора мелких продавцов которые думают что это максимум и то есть встречных ордеров на покупку там было вполне много поэтому давайте даваем уровень MP пускай будет это раз вторых здесь была доза правка покупателей буквально не сильно объемная но в качестве индикаторного диапазона поддержку возьмите далее загрузка снова на покупки вот этот диапазон 36414 это все спекулятивные уровни они формировались очень быстро поэтому и временной распад их тоже быстрый это нужно учитывать ядро недели то что я говорил скорее всего здесь вмешался центробанк 36120 36177 набирали очень хорошо и 24 была уже контрольная загрузка поэтому вполне динамика может сохраниться но опять же вот этот момент пока очень волнует то что понедельник не особо уходит выше четверга пятницы пока вот висят поэтому возьмите там 560 по 525 в качестве возможного уровня сопротивления то есть если не пробьют этот диапазон здесь два раза уже очень сложно уходили как бы может быть даже снижение но как мы видим объемно поддерживают уровни которые мы отметили в качестве поддержки два раза причем поэтому вполне шансы что может и 36600 быть сегодня в общем все эти уровни возьмите во внимание возьмите на вооружение вполне ну и с этим уровнем может произойти объемная поддержка также нужно следить за объемными моделями дельта и всеми остальными показателями идем дальше евро я думаю евро уже многие хотели дождаться это контракт мы вышли за пределы 36 38 вернее извините 50 и что я хочу отметить для всех сразу это 39 39 уровень даже вот этот 39 20 23 это первые объемы на новом контракте здесь мы уже тестировали и два раза не пустили продавцы за предел этого диапазона но площадку которую евро набрал за последний вот несколько недель очень такая весомая то есть если мы даже вот захватим здесь как бы больше даже отметил вот так вот 38 13 вот этот последний свежий объем который сейчас дисбалансирует по просчету сценариев среднесрочно поддержка на этом уровне со стороны покупателей объемная только подтвердит наши как бы возможные сценарии роста до 39 даже может быть 39.50 если это временная сессия для снятия позиционных стопов то на этой неделе произойдет пробить этого диапазона и уход на 37.80 к примеру хотя бы тогда уже позиционно и среднесрочно работать на покупку не будет смысла даже если сегодня сессия закрывается очень низко и следующий уходит ниже все сценарий на покупку советую отложить пока долгий ящик захватим 38.88 здесь были объемы то есть вот этот уровень рассматривается как возможная площадка для импульса восходящей тенденции если это не снятие стопов то мы видим зарождение восходящей динамики если это снятие стопов то сегодня либо завтра котировка вернется на уровень 38.20 и с покупками нужно включить режим ожидания на всякий случай кто только пришел первый раз вот уровень 36 90 37.15 в качестве поддержки тут был объем на бай здесь поддержали тут поддержали тут два раза поддержали четыре раза вот 37.98 38 38.15 наливали объемом ну я думаю не просто так поэтому пробитие вот этого диапазона сразу открывает для нас возможности работать на продаже и покупки на второй план это на дневном интервале евро с точки зрения дельты ну хочу сказать что дельта на евро не очень правдиво лично как по мне сегодня уже дельта зашкаливает за 2000 то есть вполне может быть сейчас отработка вот этой локации сопротивления здесь вы видите ярлыки крупных участников ну крупных продавцов мы сейчас эти цены возьмем вот они это диапазончик сейчас как раз здесь цена и торгуется здесь мы видим также ярлыки крупных селлеров и дельта в принципе уже минус 2370 и это еще Америка не открылась поэтому Америка конечно может изменить динамику но пока вот здесь идет проявление селлеров посмотрим как будет происходить объемная защита нужно сейчас уже детально следить по объемным моделям на тиковом графике и на графике с интервалом минуты и 5 там уже будем смотреть пока вот видите здесь на 386 проскакивают объемные продажи и дельта уже за продавцом поэтому возможно что сегодня не пустят выше и ну будем следить нужно дождаться Америки это по дельте в общем неделя вся была такая как бы разносторонняя но в основном фигурировали крупные продажи покупателей особо таких серьезных не было буквально 22 числа что-то там набросали как бы но цену все-таки удержали 3795 возможно это была такая специальная техническая поддержка чтобы как бы здесь набрать объем поэтому опять же говорю если это сбор стопов то котировка сегодня либо завтра резко возвращается на 38 и тогда уже с покупками будут проблемы и уровни спекулятивные на эту неделю от Михаила Лемаха вот такие обзоры я провожу уже более двух лет каждую пятницу на самом деле как бы в компании Wolfix мы разрабатываем программу и я просто для того что я лично для себя и так это делаю да то есть вот вопрос просто как давно эти обзоры проходят для того чтобы торговать нужно готовиться к сессии нужно готовиться к неделе нужно отбирать для себя уровни должна быть четкая сетка приоритетных неприоритетных вторичных уровней просчет возможных сценариев то есть я и так это делаю каждую пятницу либо в субботу сажусь у терминала и просчитываю записываю на листе бумаги возможные сценарии вот а так я делаю это еще вместе с вами поэтому так интереснее вот ну все равно я потом еще сам сажусь это все детально более рассматриваю на самом деле часа очень мало чтобы вам всю информацию рассказать то есть но основные части стараюсь донести и так 3790 3801 два раза здесь байеры отметились были достаточно объемные локации плюс 23 числа также хотели очень сильно поддержать котировку я думаю стоит это заметить до загрузка покупателей 24 ну и вот этот вот уровень поддержали далее сопротивления которые были на прошлой неделе мы бы их отметили в пятницу обзор просто перенесли из-за того что в понедельник нужно обзор проводить как видите селлеры не создавали особого сопротивления то есть вы видите в пятницу здесь раз два три и все объемно проходили уровни сопротивления то есть разместили объем и 23 числа здесь очень объемно встретили очень объемно встретили максимум недели но как видите уже эта сессия абсолютно спокойно прошла этот уровень то есть здесь не встретил фьючерс на евро особо серьезного сопротивления со стороны со стороны продавца вот это стоит отметить ну как бы поставить пока плюсик в команду байер но опять же нам нужно убедиться что это не долгосрочное снятие стопов слишком уверенно европа себя ведет на самом деле очень на открытии просто ушли и стоят на максимуме ну то что они стоят на 38-70 38-65 опять же говорит о том что спрос есть и я думаю что если сессия сегодня не закроется ниже 38-30 38-20 вполне может сохраниться восходящая динамика на следующей неделе и мы даже возможно отрабатывать эти уровни будем тогда пойдем выше вполне такая может быть схема если уйдут ниже 38-30 38-20 покупки отменяются быстренько фунт молодец фунт я на самом деле всегда смотрю он часто показывает опережает движение евро по своему как бы процессу ну если анализировать с точки зрения профильного анализа рынка 67-85 68-15 сейчас основная локация для спекуляций на этой неделе то есть если байеры такие уверенные то попробуют удержать котировку выше 68-й и мы увидим продолжение роста до загрузка была у нас тут 67-05 67-45 мы этот уровень возьмем в качестве поддержки ну и очень большое количество объемов проходило в этом диапазоне и по 65-65 65-85 и тут ядро да тут у нас самый крупный объем прошли но на самом деле вот эта локация не хуже этой я бы даже отдал больше приоритет уровню 68-ому потому что здесь за короткий промежуток времени набрали объема столько сколько собирали практически весь март и часть апреля по 66-66-35 поэтому вот этот уровень неплохой то есть он сейчас более приоритетный ну и ближайший 67-05 67-45 вот вот так у меня приходит напоминание о отчетах новостях чтобы не пропустить ничего отлично максимум пробили сегодня также очень уверенно ведет себя маркет поэтому среднесрочно вернемся сегодня завтра в 68-ую осторожнее с покупками может быть снятие стопов и движение на продажу да если же не пустят ниже 68-ой можно работать на бай пробовать конечно но мы прошли достаточно такую серьезную дистанцию долгосрочно заходить на покупку уже наверное поздно тут еще можно было зайти и даже нужно было здесь уже маркет перегрет поэтому если не создадут атмосферу на продажу в принципе я думаю чисто теоретически как бы заходить даже опасненько на бай на максимуме контракта вот такая дельта у фунта на прошлой неделе была то есть пока за покупками причем как видите если они взялись то взялись буквально начале апреля это было просто каждая сессия покупатель контролировал маркет и вот здесь тоже с 22-го по текущее число сколько уже 6 сессий контролирует цену бай поэтому вот 68-ая нет не 68-ая 67-90 самая популярная цена по дельте на покупку не нет все таки 68 нет 67-95 вот 3 900 здесь общий тотал по дельте и уже почти 800 контрактов покупатели набросали вот такая дельта у нас по фунту и спекулятивные уровни на эту неделю наиболее очевидные и объемные локации у нас образовались 23-24 числа по зоне 67-8 67-78 здесь была два раза объемная поддержка не опустили ниже 67-70 пробили сопротивление которое сформировали 25-го числа его можно уже перевести в такой режим серого цвета то есть нейтральный пробили даже не пробовали остановить что говорит о активности байера и также была пробита локация 22-го числа она была достаточно такая массивная ее даже отработали 25-го числа но в общем как видите но на всякий случай я советую выделить этот уровень пускай пока будет 68-15 68-27 здесь все происходило не просто так если вернуться и не будут уходить уже этого уровня то есть примерно такой процесс произойдет и идут ниже то вот как раз интересный будет повод для занятия позиций на шорт то есть ну предположение если это снятие стопов не пустят ниже вот этой всей локации мы ожидаем дальнейший рост но стоит ли покупать на максимуме контракта это уже дело каждого трейдера я бы не лез например есть другие рынки где можно себя хорошо реализовать это была валюта давайте теперь интересную тему нефти затронем вот что интересно 104-105 не пустили выше и сейчас уже там 101 было 101 105.5 даже цена нефтетрейдеры уже не раз не пускали котировку выше 105 вот поэтому мы сейчас стратегически выделим этот диапазон и в ближайшее время возможно что мы его будем использовать в качестве сопротивления как блокпост то есть не будут пускать выше становимся на шорт опять же средняя в WP индикатор как вы видите такой симбиоз с мувинга и объема будет мастер-класс открытый приходите посмотрите его в действии плюс 102 очень сильно нефтетрейдеры загрузили просто невероятно 101.55 102.15 здесь просто три сессии сумасшедшего объема как видите ликвидность наверно выше норма была за последние несколько месяцев поэтому как resistance эти три сессии нужно обязательно взять во внимание если нефтетрейдеры не пустят ниже вот этого диапазона у нас на повестке дня будут в основном нисходящие сценарий сейчас мы видим вот эту сессию уже более детально на 15 минут интервале и сотку хочу отметить здесь в прошлых контрактах по нефтянке 99.100 округлим так набирали вот этот объем на рост вот поэтому здесь если на этой неделе мы увидим дальше снижение немножко притормозить котировка там ходили слухи что Обама ездил в Арабские Эмираты ну в общем договорился снижение нефти за какие-то я так понимаю привилегии и сейчас могут искусственно понизить цену на нефть сейчас многим невыгодно выше 105 толкать котировку поэтому ну я думаю будет логично поработать больше на шорт если весь мир пытается понизить цену на нефть ну я думаю вы знаете почему поэтому вот среднесрочно я думаю нужно перестраиваться больше как бы на продаже ну если будут конечно очень объемные здесь закупки то спекулятивно почему бы и нет ну в общем вот это прошло не просто так раз два три четыре пять шесть семь восемь сессий нагрузили просто сумасшедшее количество третьей сто четвертой и ну я думаю что это не просто так и этот уровень будет у нас ближайшее время очень значимый очень вот такие дельты были 10 тысяч контрактов по нефти это 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 просто очень много для нефти это очень много поэтому если 103 102 нет в ближайшее время не осилит то у нас 99 98 ближайшее время даже 97 на повестке вот где объемная вы видите продавцы разместились 101 40 102 10 этот такой уровень первой важности потом идет мы сейчас их выделим на 15 минутом интервале более детально и 25 числа тоже были продажи вот 4 400 ну вот такая вот ситуация то есть из наиболее интересных сценариев нефтетрейдеры не будут покупать выше 101 60 102 вот это будет интересным уровнем для поиска точек на продажу обязательно процент убедитесь что нет спроса и идет защита этого уровня далее немного пожестче поставим фильтрики где был весь аукцион где были торги давайте вот так вот выделим более детально то есть вы видите что очень много очень много и это все процент я думаю сложно будет пройти вот здесь были еще такие спекулятивные до загрузки можно их конечно выделить в качестве таких уже менее приоритетных диапазонов но пускай будут все нужно выделять 3 сессии против 1 поэтому если мы этот уровень возьмем в качестве поддержки если его пробивают то я думаю что сценарий на покупку точно нужно на второй план оставить и пока работать с тем кто контролирует цену на данный момент это продавец то есть вот если если выпустят за пределы вот этого диапазона тогда уже можно и к покупкам присмотреться но опять же по 100 1 по 102 лезть в среднесрочные долгосрочные покупки я бы не не делал этого можно поиграться попробовать посмотреть будет ли здесь поддержка это более интересно чисто спекулятивно и то дойдет цена до этого диапазона нужно будет на и раскидывать эту покупку так что вот основной диапазон где объемно наследили крупные участники рынка нефтетрейдеры вот 102 и 101 с половиной разместили серьезненько и цена как видите пока не уходит выше а вопросы я вижу есть какие то вопросы курс по российскому рынку 12 мая сильно отличается от профкурса в том что касается принципов торговли хочется пройти профкурс но непонятно когда же следующее торгуют только рф и евро долл следующий профкурс вроде либо в августе либо в сентябре вот а тот который будет 12 мая там достаточно много и полезных тактик будет специально для российского рынка больше будет ну как бы примеров и так ну практики именно на российском рынке то есть ну как бы там тоже будут затрагиваться темы снпфс и потому что торговать например индекс ртс или тоже доллар рубль не мониторя евро и там снпфс икс но тоже неправильно поэтому уклон будет весь на российский рынок и все тактики все подходы открытия позиции сопровождения будут ну ориентированы на российские инструменты на российские фьючерсы но плюс акции нефть это у нас дневной интервал и нас уже золото нужно включить поэтому 30 апреля и до 30 апреля 7 мая будет два открытых вебинара как бы такие пред ознакомительные перед курсом 12 мая поэтому приходите они открыты пообщаемся я буду делиться интересной информацией с вами 30 апреля будет вебинар вероятный сценарий то есть мы будем говорить о просчете и анализе рынка и выявлении вероятных сценариев для того чтобы работать эффективно на рынке так 24 176 тонн на рост было по золоту и мы пока у диапазона 1299 это сопротивление здесь было ну почти 3 сессии объема причем очень объемная была 15.04 числа здесь составлены объемы поэтому очень внимательно если вы долгосрочно зашли здесь на покупку убедитесь что пробьют 13 10 13 7 вот дальше у нас сопротивление на вот этом уровне сформировано 13 17 ну здесь даже я бы сказал вот так вот выделим 13 17 21 и вот сессия ну в районе там 27 тут на самом деле до этого были уровни сопротивления транс 3 13 40 здесь как видите такая мощненькая локация вот и стоит обязательно обратить внимание на очень достаточно объемные локации на поддержку 12 84 12 93 если байеры не пустят ниже этого диапазона неплохая в принципе площадка для позиционной закупки но нужно убедиться что действительно поддерживать принципе если вы то есть она и тут было сформировано 4 сессии неплохо загрузили объемами толкнули неплохо цену до 13 30 и вот повторная защита то есть если вы на прошлой неделе зашли на покупку по золоту сейчас нужно скрестить пальцы и увидеть спрос чтобы пробили 13 5 13 7 и хотя бы пришли в этот диапазон тогда можно будет немножко вздохнуть с облегчением на всю грудь тогда у нас есть шансы что мы пойдем на 13 40 13 45 вот то есть вот этот диапазон еще нужно будет пережить уже его как ветер не пустили недавно по дельте по золоту у нас учитывая нестабильную ситуацию вообще как бы политическую и экономическую я думаю что многие сейчас начнут вспоминать как бы советы старых евреев куда нужно складывать денежку в таких опасных в опасные времена начнут потихонечку покупать золотой металл обычно так и делают в кризисной ситуации 12 84 12 98 пока трудно конечно отметить это как уровень достаточно качественной поддержки нет нет еще и импульса серьезного то что было у нас 25 числа вот там точечно просто вот были оставлены достаточно крупные покупки вполне может быть что это снятие стопов вот как раз если тут продали то здесь были стопы да это бай стопы бай стопы у продавца к примеру были тут выставлены и это отразилось на дельте поэтому неспособность уйти выше 13 05 13 06 13 08 поставить под вопрос восходящую тенденцию и нужно будет подождать это как бы моя такая вот рекомендация пока не уйдут то есть ну если вы где-то тут уже за грузили покупку тогда только вот дождаться пробития если у вас позволяет объем средств создать сумасшедший спрос то делайте это но опять же не способность уйти выше 13 06 13 08 поставить под вопрос восходящую тенденцию возможно снова вернут в этот диапазон будут мучить и тогда сформируется покупка но опять же если не уйдут выше вот этих уровней с ростом могут быть проблемы можете даже alert поставить на 13 08 13 09 вот это по дельте и спекулятивные диапазоны финам иди пишет мне время закончилось так выделим уровни по золоту ну я стараюсь обзоры проводить не вписываться вот какое-то время как получается немножко дольше получилось давайте я уже золото закончу в принципе это уже последний инструмент в обзоре 12 89 и 6 12 94 тут грузили покупки не создали особо давление ну со стороны продавца его нет и заметим 22 23 здесь две сессии формировали хорошую локацию и вполне очевидно что здесь сняли 100 пики поэтому вот интересный уровень не пустят ниже увидим такой сценарий пробитие диапазона сценарий на покупку отменяются вот у нас локация которая была под конец недели сформирована 13 00 13 04 пока я отмечу так как видите не могут идти выше до 13 06 на всякий случай пускай будет дождемся Америки там будет понятно уже что будут делать с золотом вот такие спекулятивные уровни и опять же вот начиная ядро недели тут как раз все уровни сформированы это уже дозаправка и тут скорее всего была фиксация но пока нет особо серьезного дисбаланса со стороны продавца поэтому вполне есть шансы что сохраняя динамику на рост но опять же нам нужно проверить контрольные диапазоны на сегодня все если есть вопросы задавайте если вопросов нет то ждите анонсов на следующие обзоры приходите